Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение священной евангельской истории и в данной программе поговорим о встрече Господа с апостолами Андреем и Петром, опираясь на текст Евангелия от Иоанна. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. И Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им «Что вам надобно?» Они сказали ему «Равви, что значит, учитель, где живешь?» Говорит им «Пойдите и увидите». И они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привели его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». На другой день после личного свидетельства о пришедшем Мессии, Иоанн Креститель вновь стоял на берегу Иордана с двумя своими учениками, а Христос проходил вдоль берега. О том, что у Иоанна Крестителя были собственные ученики, известно из всех четырех Евангелий и Деяний Апостолов. Но только евангелист Иоанн Богослов рассказывает, что по крайней мере двое учеников Христа раньше были последователями Иоанна Крестителя. Понимая, что его миссия завершена и побеждая своих учеников присоединиться ко Христу, Иоанн Креститель, увидев идущего Иисуса, сказал «Вот Агнец Божий». Называя Христа Агнцем, Иоанн относит к нему замечательное ветхозаветное пророчество Исаии. «Как овца веден был он на заклание, и как Агнец, предстригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих». Следовательно, основная мысль этих слов Крестителя заключалась в том, что Христос есть жертва, приносимая Богом за грехи людей. «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». В библейском контексте глагол «слышать», как правило, имеет значение «повиноваться». Повторение слов о Христе произвело на двоих учеников Иоанна такое впечатление, что они пошли за Спасителем. И Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Вполне возможно, что они были слишком застенчивы, чтобы прямо обратиться к Нему, а потому следовали на большом расстоянии. Господь же, обернувшись, заговорил с ними. В ответ на вопросы Иисуса они сказали «равви», что значит «учитель», «где живешь». Ученики обращаются к Иисусу, называя его «равви», что в древнееврейском языке буквально значило «учитель мой». Таким было традиционное обращение к уважаемому человеку, особенно религиозному учителю. Евангелист Иоанн писал для греков, и, понимая, что они не знают этого древнееврейского слова, перевел его для них греческим «didaskalos», то есть «учитель». Задавая Христу вопрос о том, где он живет, Андрей и Иоанн давали понять, что хотят провести с ним больше времени. В ответ Христос сказал им «пойдите и увидите». Иудейские раввины имели привычку употреблять эту фразу в процессе обучения. Говоря так, Христос не просто пригласил Андрея и Иоанна поговорить, но и пойти, чтобы обрести то, что только Он мог открыть им. В этом приглашении Христа можно увидеть символическое значение. Он обещает своим будущим ученикам духовное просвещение и веру. Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Получив разрешение следовать за Ним, они пошли за Иисусом вместо Его временного пребывания. Каковым, по всей вероятности, был один из множества шалашей, устроенных на берегах Иордана для размещения приходящих к Иоанну Крестителю. Иудеи начинали счет часов дня с восхода солнца или с шести часов утра. Следовательно, девятый час соответствует нашему четвертому пополудню. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра». Синоптические Евангелия повествуют о братьях Петре и Андрее, ловивших рыбу на Галилейском море, как о первых учениках, которых призвал Господь. Иоанн Богослов, в отличие от других евангелистов, описывает данные события иначе. Андрей призывается первым, а уже после находит своего брата Симона и обращает его ко Христу, то есть первым из учеников Крестителя проповедует о пришедшем Мессии. Второй ученик остается неназванным. Известно, что евангелист Иоанн, повествуя о себе, ни разу не назвал себя по имени, а только учеником. Другие евангелисты, говоря о тех же событиях, называют Иоанном того апостола, которого избегает называть по имени сам автор последнего Евангелия. Это дает основание считать, что этим учеником, ставшим потом апостолом и евангелистом, был сам Иоанн. Такое заключение подтверждается еще и следующим соображением. Только Иоанн Богослов повествует о призывании Иисусом первых учеников настолько обстоятельно и подробно, как мог говорить лишь бывший очевидцем. «Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос». Имя Симон – сокращенный вариант еврейского имени Симеон, точнее Шимон. Греческое имя Петр является переводом арамейского слова кифа, означающего камень, валун или скала. В противоположность с другим евангелистом Иоанн Богослов сообщает, что Симон не был избран непосредственно Иисусом, но ему сообщила Мессия, его брат Андрей. Говоря о Христе, Иоанн, единственный из евангелистов, употребляет еврейское слово «Мессия», давая его греческий перевод «Христос». И то, и другое означает «помазанный Богом». Когда же Петра привели ко Спасителю, Иисус сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень Петр». Господь дает Симону новое имя – Петр. В Ветхом Завете изменение имени всегда следовало за изменением отношений с Богом. Так, например, Иаков стал Израилем, а Авраам – Авраамом. Вступая в новые отношения с Богом, человек как будто вступает в новую жизнь. Он становится новым человеком, и поэтому ему дается новое имя. Взглянув на Петра, Христос увидел в нем не только рыбака Галилеянина, но также и камень – один из первых в здании церкви, которую Господь начинает созидать на земле, призывая новых своих учеников, среди которых были Филипп и Нафанаил, о которых мы с вами поговорим завтра. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, натяну повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok